Всем привет, с вами Ирина Дрим, и мне кажется, простые распаковки с шейн вам уже приелись, и поэтому сегодня я снимаю распаковку няшного шейна. И нет, ни в коем случае это не значит то, что сейчас я буду показывать вам детские милые вещички. Да, всё будет милое, но ведь я сменила стиль, правильно? Но не цветовую гамму. Мне нравятся все оттенки розового, пастельные тона, нюдовые, это всё навсегда в моём сердце, и ведь не стоит забывать, что сейчас весна, и всё это находится в тренде, поэтому я думаю, что вам будет интересно. Так и следующая распаковка шейна, в которой ожидается реальная распаковка прям, а я буду видеть все вещи впервые, потому что их будет заказывать мой парень, и я не буду ему ни подсказывать, ни смотреть, что он там заказал. Мне кажется, получится очень интересно, поэтому обязательно подписывайся на канал, чтобы не пропустить такое классное видео. Колокольчик тоже можешь нажать. Ну всё, давай начинать! В прошлом видео первая пасхалка Dream была на 4.19, и первая, кто её нашёл, Мила Джи. Вторая пасхалка Единорожек была на 9.47, и первая, кто её обнаружил, Наталья Гермалаева. Поздравляю, девчонки, и передаю привет! Самая, наверное, зефирная вещь из всего моего видео, это вот это прекрасное платье, оно такое воздушное, нежное, и мне очень понравились вот эти кружева. Думала, что платье будет хуже по качеству, но нет, всё оказалось идеальным. Оно не колет вообще. Вот это меня больше всего поразило, потому что всегда, когда я заказывала такие платья с Алиэ, с Шейна, они хоть где-то кололи на швах каких-то здесь, всё отлично. Размер у меня S. Единственное, очень трудно погладить вот эту сетку. Я её не одолела сегодня утром, и вообще сегодня у меня выключили свет на том моменте, когда я погладила только половину вещей. Также, кстати, к этому платью идёт вот такая лента, которую можно завязывать, которую можно и не завязывать, а банчик, или просто сделать милый узелок. Вообще, думаю, этим летом пойти в этом платье на свадьбу к своей подруге. Следующая очень крутая находка, это вот такой твидовый костюм, и вот вам история от меня. Где-то, ну, в прошлой распаковке это было, я заказывала костюм бежевый в золотую полоску. И вообще, смотря на свой опыт всех заказов, я уже знаю то, что на Шейн нужно заказывать все костюмы по отдельности, то есть отдельно пиджак и отдельно низ. То ли это юбки, шорты или штаны, я всегда так и делала. Только тогда, когда первые разы я заказывала что-то с Шейна, я этого не знала, и мне пришёл один пиджак без шортиков. После этого я уже таких ошибок не делала. И вот, значит, заказываю я этот костюм, а мне приходят две юбки. Так что, знаете, вот это действительно идёт комплектом. И очень, кстати, качественным комплектом. Юбку отдельно мне прислали точно такую же, только у неё другие замочки. И я разыгрываю среди вас её девчонки. Давайте сделаем очень простые условия. Вы напишите, чем вам нравятся мои видео, и, может быть, чего вам не хватает в них, каких тематик. А также обязательно оставьте свою почту и свой инстаграм, чтобы я смогла с вами связаться. Ну и, конечно, будет приятно, если вы поставите палец вверх и подпишитесь на мой канал. На этом всё. И давайте я разыграю эту юбку через недельку. Так что вы обязательно увидите это в моих видео и на моём инстаграме. Вот так вот. Такая история у меня с этим твитовым костюмом. Качество у него потрясающее. Как внутри, так и снаружи. Нигде не торчат нитки. И мне безумно нравится вот этот бисер. А кантовка, которая здесь прошита. Пуговица тоже очень стильно выполнена. Юбочка хорошая. Как внутри, тоже так и снаружи. В общем, на самом деле, я прям в восторге от этого костюма. Это реальная находка. Просто обычно такие костюмы в Zara, в Mango, они стоят порядка от 10 тысяч рублей. Именно поэтому я очень ценю этот костюм. Кстати, заказывала я его тоже в размере S. И вообще, представьте, вообще, представьте, даже ладно такого, что заказываю на китайских сайтах S в размеры. И мне даже такого раньше и не снилось. И вот эту рубашку я тоже заказала в размере S. Трогая её, я понимаю, что она очень качественная. Это хлопок. Впереди, кстати, есть ещё один слой. Вот такая сетка. Это для того, чтобы, ну, не просвечивала кофточка. А также она никак не прилипала к груди. Рукава выполнены в тренде этого сезона такими вот фонариками. Сейчас очень модно, чтобы рукава были объёмные. И это не одна такая рубашка, которая заказала с такими рукавами. Ну и ещё хочу сказать то, что эти бусинки очень мило смотрятся. Меня это сразу покорило. Вот эта рубашка, она потрясно смотрелась на модели. Сейчас она очень милепо выглядит у меня в руках. Но надеюсь, что на мне вы сможете увидеть всю её красоту. Она очень плотная, из нереально плотной синтетики. Такая резиновая прям. Но материал не прям ужасный, он приятный. И самое что классное, её вот совсем скоро можно будет надевать, ничего не надевая сверху неё. Потому что она особо сильно не дышит. И в ней будет тепло. Ну то есть для лет, конечно, она не пойдёт. Хотя смотря какого лета. И рукава, посмотрите, какие огромные. Тоже здесь прям фонари. Но не всё так радужно. Не будем спешить. Одна вещь, которая сломала всю просто мою логику заказов на Шейн. Это вещь, которую я заказала в размере L. И дело было так. Я заказала её в размере S, добавила в корзину. Но потом менеджер с Шейна мне написал на почту, что этого размера больше нет в S. И осталась только L. Но мне так понравилась эта вещь. Этот жакет, он потрясающий. Вот эти пуговицы в виде цветочков. Вот смотрите, какая это L. Плечи идеально сидят. И всё здесь. И кармашки, и рукав. Просто супер идеально. В общем, теперь я вообще не знаю, на что нужно полагаться, чтобы определять размеры на Шейне. Но я просто счастлива, что этот жакет, он подошёл мне. И я всем заветую его взять. Вот такие платья со змейным принтом. Сейчас висят абсолютно во всех магазинах. В Бешке, в H&M, в Заре, во всех масс-маркетах. Они вывешены, по-моему, и в манго такое висит, и юбки есть. В общем, продолжать можно бесконечно. Даже костюмы есть в змейном стиле. На самом деле, я долго думала, брать себе такое платье или нет. Потому что мне были необходимы какие-то ещё дополнительные вещи. В пастельных оттенках, которые разбавят вот этот тяжёлый принт. И такими вещами оказались, во-первых, сапожки белые и вот эта шубка. Ой, вам её не видно. И вот эта шуба. Вообще офигенная. Я даже не ждала. Ну, правда, вещи очень качественные, хорошие. Я не вру. Я постоянно хожу в них. И мне показалось то, что классно смотрится шубка. И вот это змейное лёгкое платье. Такой необычный образ. Ещё если взять белую или розовую сумку, получится самый настоящий гламур. Вот эта вот шёртка, она вообще никак не выпадает из этой эко-шубки. Внутри здесь прошит кожзам и сделано 5 крючочков в виде застёжек. Это очень удобно и они хорошо держат. Касаемо чего-то более спокойного, неудобного, я взяла себе вот такую юбку на весну. Она плотная, я думаю, зимой можно будет её носить, потому что такой материал, знаете, как свитер. Я забыла, как он называется. И ремешок сразу шёл к ней. Мне вообще кажется, юбочку можно сочетать со всеми абсолютно базовыми вещами. Она будет смотреться дорого, красиво. Хотя и стоит она совсем недорого. Кроме того, горошек стал что-то вроде тоже базовой вещи. И он уже долгое время держится в тренде. Вы до сих пор можете найти самые различные блузки, платья в горошек. Эту кроп-рубашку я планирую завязывать вот здесь на животе. И надевать с высокими джинсовыми шортами, с высокими брюками. Может быть, даже с белыми будет хорошо смотреться. Единственный её минус в том, что она просвечивает. Поэтому будет идеально, если вы наденете под низ маечку. Но тогда я не знаю, как её завязывать в кроп. В общем, или нюдовое бельё, может быть, чтобы не было его видно. Ну, надо будет смотреть. Сейчас повсюду абсолютно вижу плессированные юбки в самых разных цветах. Особенно мне нравится нюдовая заря. Даже думаю, поехать её взять. Также я видела там розовые, нежные розовые юбки. Ну, это уж другая история. Может быть, сниму для вас вещи с зары как-нибудь. А пока покажу вот такую плессированную серебряную юбку. Она больше новогодняя, наверное, даже, чем на весну. Но серебро и золото можно сочетать всегда и со всем. И вот её в размере S тоже брала. Мне очень нравится, когда я надеваю, например, даже вот такую шубку с одной-второй рукавами. И такие ботиночки тоже, которые прикрывают ногу. Это смотрится элегантно. Так, по-женски, по-взрослому. Красиво. В общем, приглядитесь. Может быть, и вы хотели давно плессированную юбку, которая подходит под все цвета. Последняя милая вещь, тоже в размере S. Это вот такое литнее платье, как у горошек. Здесь такие достаточно крупные пуговицы. Но они и хорошо смотрятся. Потому что без этих пуговиц платье бы не выглядело так прекрасно. Оно тоже немножко просвечивающее. И безумно лёгкое. Вот просто оно тонюшенькое-тонюшенькое. У нас дикая жара летом. Поэтому я думаю, что я всё равно буду его носить. Несмотря на то, что оно где-то чуть-чуть просвечивает. Нюдовое бельё. И вперёд. Никто ничего не видит. Вот. Ну, надеюсь, что не настолько всё плохо. Потому что я ещё не мерила вот это платье. Так что тоже его меряю сейчас. И как вы могли увидеть, его-то я и не успела погладить. Хороших вам покупок. И помните, мечтайте, действуйте. И никогда не останавливайтесь. Я вас люблю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok